парни всем привет это канал сервисмен сегодня нас на ремонте автомобильный видеорегистратор мило модель не view 668 приятного просмотра на ремонте видеорегистратор мило мивью 668 так вот он выглядит автомобильный видеорегистратор с сенсорным экраном проблему у него как я полагаю не работает камера то есть неисправен сам сенсор камера сейчас подключим к питанию 5 вольт mini usb включаются начальная заставка все и изображение с камеры нет тем временем если нажимаем на иконки иконки нажимаются но изображение нет поэтому первым делом мы сейчас его разбираем смотрим что там внутри на видеорегистраторах мило как я помню у них несколько вариантов камер так скажем есть где сенсор находится на основной системной плате есть где он на отдельной плате и уже шлейфом либо коннектором подсоединяется к материнской плате поэтому сейчас разбираем уже посмотрим что там у нас внутри аппарат разобрал смотрим что у нас здесь внутри видно что здесь уже его разбирали так отключил аккумулятор значит нам нужно обесточить здесь видим дополнительный картридер то есть их здесь два один основной плате другой на субплате прикручен так вот я вижу что винт ну винты до винты камеры которые крепят оптику на них герметик нарушен и вот один винт я вижу он не прикручен даже не то что не прикручен он прокручивает ладно но видно что его вскрывали возможно за клиент куда-то его отдавал так нам сейчас нужно снять дополнительный картридер и уже открутить оптику посмотреть в каком состоянии сам сенсор камеры откручиваем сенсор но не сенсор оптику от камеры здесь у нас на один винт как мы поняли она не перекручивается резьбы нет в оптике эту сторонку так и визуально оцениваем что я могу сказать не знаю будет видно камеру и нет там видно что ее уже пропаивали остатки флюса так 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 дальше что мы будем делать тут еще остатки скотча на которые на котором оптика по идее должна фиксироваться вот мы потом когда уже отремонтируем на герметик все это дело посадим сейчас значит убираю остатки скотча по периметру и можно каптоном заизолировать области которые у нас в процессе восстановления сенсора могут поплавиться то есть здесь коннектор дополнительного картридера разъем аккумулятора usb разъем вот поэтому сейчас это все дело и уже дальше продолжим плату я подготовил закрепил на монтажном столике нанес флюс по периметру самого сенсора спрятал соответственно пластиковые элементы которые могут повредиться сейчас где-то на температуре 320 350 градусов может даже чуть меньше я прогреваю из четырех углов буду шатать сам сенсор уже после этого посмотрим поможет или нет если нет то уже будем тогда его снимать и реболить сенсор камера благополучно шатнули прогрели всех четырех углов обязательно после того как вы какие-то манипуляции сенсором проводите не забывайте все обязательно очистить и собственно сам сенсор потому что каждая пылинка соринка на сенсоре она будет очень сильно видна на самом изображении то есть нам сейчас нужно прикрутить оптику здесь наверное когда мы уже в оконцовке будем все это дело собирать нужно будет выбрать винт один из винтов который крепит оптику пошире потому что видим да то есть у нас не вкручивается чтобы у нас оптика болталась потому что если вы не плотно прикрутите саму оптику к сенсору платья то у вас не будет фокуса расфокусировка изображения то есть мутность будет так значит в принципе чтобы подкинуть удостовериться получилось у нас все или нет нам только плата и дисплей кабеля сейчас онлайн примут и будем делать поверну сюда камере надеюсь вот таким образом будет видно отключаем кабель аппарат загружается заставка звука нет наш диваник у нас отдельно там так и вот видим изображение есть у нас ночи в принципе у нас все прошло успешно особых сомнений то что пройдет неуспешно меня не было потому что из моей практики порядка наверное 90 процентов проблем с камерой решается подобным образом не приходится реболить то есть если сенсор принципе живой если вы правильно подобрали температуру насадку на фен то есть должно все пройти нормально поэтому сейчас я прикручиваю по нормальному оптику пусть пошире винт как я говорил выбираю собираю это все в обратном порядке и уже после этого включусь аппарат собрал наклеил пломбочку сверху чтобы чтобы не думалось подключаем питание такой кстати еще момент когда собирать обратно его будете коннектор тачскрина он очень жиденький и учитывая то что это аппарат до меня возможно и неоднократно разбирали поэтому будьте с ним аккуратно даем питание вас приветствует видеорегистратор не у нас включается заставка предупреждения все изображение есть обязательно после ремонта нужно оставлять на тест в этом случае с подобными сенсорами я где-то на два дня ставлю его на тест на записи на непрерывной запись то есть поставлю карту памяти подключу питание и двое суток он будет у меня без перерыва писать в сенсор сами по себе они в процессе работы очень сильно нагреваются поэтому собственный отвал происходит и вот после теста уже буду отдавать клиенту потому что я буду уверен что аппарат на сто процентов рабочий кому понравилось подписываемся на канал ставим лайки также подписываемся на наш паблик вконтакте мой инстаграм все ссылки будут в описании спасибо за просмотр пока пока парни всем привет это кей диапазон парни всем привет это коралл коралл это коралл парк парни всем привет это канал сервисмен сегодня расскажу жужу 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 расскажу